здравствуйте друзья вопрос зачитаю он вообще намного больше был я так уж сократил вечная тема говорят а чё это евреи такие умные успешные зажиточные и вот хотелось бы узнать ваше мнение но формулировка такая идет действительно ли интеллект ум и проницательность у евреев самое высокое в мире а помимо этого предпринимательская жилка расчетливость желание заработать выше чем у остальных с чем это связано нежелание жить в нищете нежелание работать на тяжелой работе что-то еще или может быть у вас есть другие мысли на этот счет я думаю вы не один анекдот сможете вспомнить про евреев и деньги но дайте вот это вот нежелание на грязной работе какой-то сразу анекдот муж говорит жене слышишь сара ты посмотри на руки этого человека он таки не хочет работать головой да значит я на самом деле не был вдохновлен сильно этой темой но пошло поду почитаю что там пишут и так далее есть очень много знаете такого хайпа на эту тему давайте я камеру поверну на дорогу а то солнышко светит например вот когда еще было в соединенных штатах вот та еще коммунистическая партия которая сама распустилась в сорок четвертом году так вот вся америка думала что все евреи коммунисты и получалась такая история что на самом деле коммунистов поддерживал только 10 процентов евреев но эти 10 процентов составляли 90 процентов коммунистической партии поэтому получалось что не коммунисты еврей отсюда такое ощущение что вот все евреи коммунисты что и что совсем не так или вот там говорит там евреи там вот если евреи там революцию совершили но по конституции которая была до 36 года в ссср 30 процентов евреев были лишены права голоса как буржуазный элемент поэтому есть какой-то перекос смотришь телевизор там видишь какие-то олигархи ходят ну думаешь блин во евреи то наверное они не хотят грязную работу делать и жить в нищете хотя я думаю никто не хочет делать грязную работу и жить в нищете так вот пошел я почитать чего такое пишут ну чтобы не спекулятивно может быть какой-то научный подход и таки нашел довольно быстро я вам сейчас расскажу об этом исследования проводил американский университет который какие-то люди которые специально этим вопросом занимаются и они смотрели не 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 на конкретно евреев они смотрели на эмигрантские группы в соединенных штатах разные и выходцы из индии здесь прекрасно себя чувствует относительно скажем американцев там если вы на деньги смотрим на зарплату на уровень образования себя прекрасно чувствует и из китая и из ирана кстати тоже вот ну соответственно евреи там и так далее разные группы есть гораздо более успешные чем вот значит американцы средние там белые обычные вот казалось бы искать соль вот этой земли установили что есть три фактора такой пакет из трех факторов вот ни один из них сам по себе не срабатывает а нужно чтобы были сразу все три вот это вот я думаю интересно и если если хочется именно про евреев то там как раз очень хорошо понятно почему это с евреями происходит первый фактор это у этой группы эмигрантской должно быть ощущение некоторого своего некоторого превосходства над другим происходящего из самых разных причин скажем если мы говорим про евреев то у них есть как бы избранный народ значит не в том смысле избраны что тебе положено авто смысле что это ответственность ответственность перед богом ответственность значит там перед целой плеяды и так сказать предков там начиная с авраама исаака и якова и пошло и поехало и значит вот есть некоторое как бы исключительно вот есть там скажу white supremacist да то есть вот превосходство там белого человека есть какой-то еще я я не могу сказать не знаю там допустим про людей в исламе наверное у них тоже есть ощущение что вот ислам там несет какую такую великую идею что вот весь мир когда-то придет в ислам я я слышал это много раз но не знаю насколько это массу люди которые там допустим с иисусом ходят и во все двери стучат и так далее у них тоже есть некоторая такая вот идея ну и так далее то есть вот даже должно быть ощущение что ты можешь что ты должен что тебе положено как бы вот надо надо пойти и делать второй момент состоит в том что люди должны быть вот по английских там статья было и инсекьюр то есть у них не им небезопасно вот это ощущение небезопасности это ощущение агрессии внешней ты живешь как бы так сказать на земле другого народа в другой стране да вот ты приезжаешь скажем в америку и это как будет вот эмигрант до речет об эмигрантских групп значит ты ты приехал ты какой-то вот и не как все и ты говоришь своим детям мы не как все ты должен учиться лучше ты должен там как бы стараться больше больше времени проводить и так далее там скажем за уроками нас вот здесь тут город купертино там много выходцев из китая компактного там селиться и белые дети уходят из из купертиновских школ потому что там гонка идет они устроили такую гонку за отметки там и тогда это совершенно не не то как американский ребенок вот живет и не только как родители хотят чтобы он жил хотя может быть ближе к нам до наших нашей ментальности ими ты должен до больше трудиться ты значит мы тут не в безопасности мы не как все ты можешь быть не как все в силу религии могут быть погромы преследования там я не знаю зверские совершенно убийства и так далее стены на историю евреев посмотрите она кровавая как ни один народ в мире не имеет такой кровавой истории уничтожение и истребление зверского переселение там с места на место и так далее вот это ощущение что ты не в безопасности и третье готовность готовность сдерживать свои импульсы как там в их терминологии как как там было написано в этой статье сдерживать импульсы то есть имеется в виду что ты готов сегодня воздержаться от чего-то в интересах будущего ну допустим вот ты учишься на доктора и вся семья там семья 10 детей и папа сказал что вот мой сын будет доктором и вот вся семья на этого доктора работает чтобы он мог выучиться там и так далее и он в итоге там становится вот таким доктором когда-то моя бабушка она была десятым ребенком в семье и отец ее сказал у меня 10 детей но хотя бы один должен получить образование и она училась в гимназии и вот вся семья там ну скидывалась материально ее поддерживал чтобы она могла закончить гимназию то есть ты сегодня идешь на какие-то жертвы ради того чтобы в перспективе что-то получить давайте еще раз все три значит первое у тебя должно быть какое-то такое мессианство какая-то так и какая-то такая исключительность в этом смысле я хочу сказать что русская культура там скажем русская ментальность мало отличается от еврейской смысле мессианство там другое мессианство там какие-то свои там скрепы особая духовность там еще бог знает что но но тоже присутствует очень сильно так вот еще раз вот ощущение того что ты какой-то такой вот тебе положено второе чувство небезопасности и третье значит готовность откладывать исполнение желаний на будущее как бы да с тем чтобы вот вложиться в какие-то долгосрочные программы и я хочу сказать что даже в этом например вспоминая советскую страну люди готовы были ждать им гать вот будет коммунизм они как будем ждать но другое дело что это не на уровне семьи происходило да вот не то что вот мы как семья или мы там как какой-то коллектив вот мы вкладываемся во что-то как мы ждем что государство нам даст она конечно известно что она дает но в общем это в культуре соответственно думая думая в этом контексте вот например о том как мы жили в ссср и вот допустим ну скажем даже россия там люди живут у них отсутствует русский человек когда живет на своей земле у него отсутствует ощущение вот этой инсекьюрити до небезопасности связанные с тем что он тут чужой то есть это может быть у какого-то класса это может быть у какой-то религиозной группы безусловно скажем если там сектанты там баптисты я не знаю там разные разные религиозные группы которые преследуются и так далее безусловно у них будет это чувство но если ты вот так сказать blood and soil да вот сейчас когда в шарлосвилле были беспоко но не беспорядки ночью вот эти демонстрация была нацистов и они шли и скандировали blood and soil это перевод с немецкой это калька с немецким с немецкого нацисты немецкие говорили blood and soil то есть это наша земля и это наш наш народ да это наших и кровь и земля в одном месте кровь и земля и это у них особые как бы права особые полномочия особая связь этой крови с этой землей вот и получается такая штука если ты вот этот самый blood and soil то у тебя отсутствует в этой тройке у тебя отсутствует ощущение инсекьюрити вот этого вот не небезопасности соответственно она как вот мы видим статистически статья это пишет она препятствует тому чтобы там круто рвануть я например очень часто сталкиваюсь с тем что русские которые приехали на перескали которые жили в казахстане будучи там вот этим вот меньшинством они в стране русские занимали более высокое положение чем скажем русские в россии что очевидно то же самое евреи там вне израиля а евреи в израиле вот вот тебе твой blood and soil вот тебе кровь вот тебе земля вот и дворник тоже тоже евреи там таксист евреи кто угодно еврей там стоит там пирожки жарит тоже еврей то есть как бы сказать особое положение еврея когда он живет на чужбине теряется когда он оказывается в израиле вот этот компонент уходит как интересно правда так вот теперь давайте немножко про еврейство пару слов надо сказать исторически исторически еврей это религиозная категория вот в русском языке там есть евреи отдельно а иудей отдельно два разных слова скажем в немецком юды да откуда юды от иудеи вот пришли из иудеи они иудеи юды это иудей то же самое те же самые буковки там прочтенные может быть немножко иначе скажем славянских языках жить жить это иудеи это вот тоже самое юды это все оттуда это иуде это религиозная категория например дочка трампа которая замужем за кушнером которая конвертировалась в иудаизм она иудей но она не еврей понятно в русских терминах но в америке есть одно слово тут там джу и вот этот самый джу имеется ввиду что это религия не имеется ввиду что он по крови джу и исторически преследуемые группы не были евреи по крови на были евреи по религии и не только евреи боже мой сколько и сколько разных религий преследовалось даже вот ну даже немцы которые в россии вот там 18 там 19 век как бы играли такую привилегированную роль привилегированное положение занимали чтобы служить в госаппарате ты должен был принять православие ты так у тебя лавочка там ты можешь быть лютеранином но если ты хочешь в аппарате служить ты должен быть православным то же самое как там немножко позже должен быть коммунистом как ты вот вот твоя лояльность вот ты принимаешь правила игры и так далее так вот то есть дискриминировали преследовали там в зависимости от разных обстоятельств там и тогда значит так вот еврея по крови ну из того что вот мне в голову приходит я я не такой глубокий знаток истории но из того что я вот так могу вспомнить по крови преследовали только нацисты и коммунистов все остальные преследовали по религии то есть все конфликты были на религиозной почве и было масса так сказать случаях в истории когда пытались вынужденно то есть заставить людей либо либо умереть вот средние века в европе сплошь и рядом либо мы тебя убьем либо ты должен конвертироваться в там христианство и тогда поэтому с точки зрения того что делает тебя вот этим insecure когда ты живешь в какой-то стране даже вот например в соединенных штатах где казалось бы там делай что хочешь и всем пофигу но когда ты живешь вот в этом квартале где живут вот эти живет вот эта вот религиозная группа со своими порядками одевается по-другому его сразу видно издалека и так далее значит у тебя уже будет присутствовать элемент вот этого вот этой небезопасности ты ловишь на себя косые взгляды тебе могут что-то сказать тебе могут может и морду даже набить периодически и убивают тоже это бывает периоде были случаи совершенно безобразные и убивают тоже и вот этот вот инсекьюр да вот он вот он присутствует и ты начинаешь жить вроде в такой стране где всем безопасно и симпатично но ты начинаешь уже чувствовать себя какой-то особенной такой группой которая с одной стороны у тебя ковать мессианство есть другой стороны у тебя вот это вот небезопасности с третьей стороны ты готов как-то какие-то жертвы приносить во имя будущего надо сказать что все три эти фактора возвращаемся к трем факторам кардинально противоречат американской вот этой вот психологии воспитания детей да значит мы вот и мы ну конечно мы можем сказать что вот допустим америка там какие-то демократические ценности мы всему миру там показываем вот пример того как там и что такое мы какая-то там особая может быть нация туда-сюда но это гордость там страной там и так далее может быть я не могу сказать что именно проповедуется исключительность или превосходство детей всаживается этого нет так страна конечно следующий момент вот это вот небезопасность детей воспитывают совершенно иначе не дай бог какая-то там небезопасность вы чего мы все цветущие мы все ночи там веселые мы все друг друга любим там и так далее и уж тем более вот это вот откладывание на будущее да то есть мы должны сегодня вложиться чтобы завтра получить это абсолютно все не американское и и там проводится параллели вот в этом материале проводится параллели между там и скажем и и китайцами и евреями и что интересно что где-то на два поколения вот этого хватает а дальше уже в третьем поколении когда ты смотришь выравнивается и вот эти вот дети внуки дата внуки правнуки они уже мало отличаются от коренного населения то есть время как бы время и отсутствие дискриминации отсутствие угрозы принятие обществом вот той или иной группы фактически определяет сам факт ее существования в условиях отсутствия внешнего давления эта группа просто исчезает она растворяется и как бы там пару поколений и все то есть допустим если если прошло несколько поколений человек да он может быть например там с фамилией рабинович и иметь там какое-то количество денег больше чем может быть все остальные просто потому что у него потому в третьем поколении в четвертом поколении там из семьи которые имеют деньги но он мог быть таким же в таком же положении потому что это уж семья ирландская или там китайская еще какая-то то есть эти деньги были когда-то заработаны а следующие поколения просто приумножают за счет того что у них там скажем образование подходящие там и так далее так что вот такой такое интересное чтиво мне попалось и почему я так вот захотел вам рассказать давайте я может быть сейчас повернул камеру на себя потому что в этом есть как какая-то такая научность знаете то есть вот люди научными методами изучали сравнивали сравнивали разные группы и так далее так далее и вот вот пришли конечно как бы еврей как какой такой особый такой народ смысле там наворочено эти на говорит на языках всех языков мира почему я кстати в рамках этой концепции на почему евреи говорит на всех языках он говорил бы на иврите например а потому что в какой-то момент отсутствует внешнее давление уходит вот это вот insecurity небезопасность значит люди начинают адаптироваться начинают ассимилировать евреи всегда ассимилировать и начинают ассимилировать и раз язык поменялся да вот скажем идиш на котором говорят евреи восточной европы диалект немецкого то есть когда-то в германии было свободно народ жил как нормальной жизнью подхватил язык вошел в экономику в культуру и так далее дальше начались гонения ушли и отдельная тема откуда берется антисемитизм анти там исламизм анти вот-вот и против этой группы той группы или этой группы но это отдельная история хотя хотя тоже из этой вот концепции трех компонентов тоже понятно на самом деле откуда корни растут то есть я blood and soil я вот тут основной коренной и так далее а вот эти они успешнее чем я почему ну наверное они плохие у них религия неправильная у них форма носа другая они нечестные потому что я честно и вот я бедный они если у них бабки есть начали нечестные ну честно чек же не может заработать вот мы мы все знаем что честно чек не может заработать правда вот и пошло и поехало так что и если мы возвращаемся к евреям и так сказать изничтожение еврея происходит двумя путями исторически значит первый путь это забыть что есть вообще какие-то евреи не обращать внимание что они евреи или не евреи или китайцы не китайцы тем более что давно же евреев иудеев то почти не осталось где где вы видели вот такого там верующих то есть уже нет евреев вот вот тех евреев которых дискриминировали там пару тысяч лет и их уже вообще в природе почти нет осталось чуть-чуть тут вообще их нет ни их сегодня ненавидит а совершенно другие те кто ненавидит то есть просто дать дать как как бы свободу перестать обращать внимание не не дискриминировать и она само собой как бы исчезает я где-то читал что сейчас в россии 90 процентов уровень 90 процентов уровень ассимиляции евреев вообще нету если 6 100 лет назад в это время в россии жили 6 миллионов евреев вместе с восточной польши там украина литва там это да 6 миллионов евреев то сейчас на этой же территории в лучшем случае 250 тысяч то есть три процента три процента от того что было сто лет назад то есть еврейский вопрос как бы решился путем где-то физического уничтожения где-то иммиграции вот вот нету исчезла а те которые есть они не иудеи они просто такие же граждане уже и в паспорте перестали писать да там вот вот этот путь идет второй путь собрать евреев в одной стране чтобы они в этой стране были blood and soil вот и тогда исчезнет вот тот фактор вот этой инсекьюрити да и вот как бы что ты живешь не в своей стране и вот его и вот это все произойдет как бы вот в теории так я я не хочу как бы напрячь тех кто живет в израиле так вот но как бы такое вот научное исследование а я пошел на работу счастливо